Аллилуйя! Давайте поднимем руки пред Господом, где мы стоим. Поклонимся Ему. Просто поклоняйтесь Господу. Отдавайте свое сердце Богу сегодня утром. Отдавайте свой дух Ему. Давайте представим себя как тело Господне. Господь, мы отдаем Тебе все, что у нас есть сегодня. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты касаешься жизни людей. Закрушенные люди могут быть исцелены. Больные люди могут быть исцелены. Разбитые сердца могут исцелиться. Господь, Ты здесь, чтобы загибать. Исцеляй, двигай, Ты здесь, чтобы двигаться. Чтобы совершать чудеса. Мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Мы молимся. Мы благословляем каждого здесь сегодня. Спасибо, Господь, что касаешься их. Исцеляющихся. Освобождаешься, Господь. Во имя Иисуса. Если у тебя есть боль в теле, какая-то болезнь может быть есть, подними свою руку. И тебе нужно исцеление. Если тебе нужно исцеление сейчас, Господь здесь, чтобы исцелить тебя. Много рук я вижу здесь. Если вы видите, кто-то поднял руку рядом, возложи руки на своего ближнего. Начни молиться за них сейчас. Начни молиться за людей, имеющих нужды. О, Папа, мы молимся прямо сейчас во имя Иисуса за исцеляющую силу Божьей, чтобы она затронула жизни людей. Отец, мы благодарим тебя, Господь. Благодарим тебя, Господь, за Духа Святого, который двигается среди людей сегодня, затрагивает их жизнь, исцеляет их тела. Во имя Иисуса, я повелеваю боли уйти. Рак будет исцелён. Во имя Иисуса, мы благодарим тебя, Отец, что у тебя есть сила, помазание, и мы идём против боли. Мы идём против страданий людей. Во имя Иисуса, будь исцелены, будь исцелены во имя Иисуса. Мы молимся. Спасибо, Дух Святой, что затрагиваешь жизни людей. Затрагиваешь жизни людей. Во имя Иисуса, молюсь об этом. Аллелуйя! 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 Воздай, Господу, славу! Воздай, Господу, большую славу! Возкликни голосом трубы! Скажи Богу, что ты любишь! Бог здесь сегодня здесь. Во имя Иисуса. Аллелуйя! 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 Вау! Вау! Аминь! 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 Аллелуйя! Глори! Слава тебе будет Богу! Обними кого-нибудь! Скажи, что ты любишь его! И это нормально! И присаживайтесь, пожалуйста! Слава Богу! Вау! Спасибо, группа прославления! Вау! Так здорово видеть вас! Слава Богу! Что меня очень обрадовало сегодня, видеть всех этих студентов библейских курсов. Сегодня мы отправляем их 180 человек. Вау! Разве это не здорово? Я помню, это было то, что Господь сказал нам, когда мы приехали сюда 30 лет назад, что у Него есть люди в этом городе, Он будет поднимать их, и они отправятся по всему миру проповедить Евангелие. И теперь мы это видим своими глазами. Но я скажу вам, это только начало. Еще больше будет. Еще больше вещей. Больше людей будет приходить в библейскую школу. Аминь! И больше людей будет отправляться из этой церкви. Аллилуйя! Я так рады снова быть в России. Россия — это мой дом. Я написал однажды книгу, «Россия украла мое сердце». И, если честно, где бы я ни был во всем мире, я встречаю русских. И я их вижу повсюду. И тогда мое сердце начинает стучаться. Я больше русский, чем вы сами. Вы родились в России, а я выбрал быть русским. Поэтому мы любим быть русским. Бог да благословит Россию. Бог да благословит Россию. Все скажите, Бог да благословит Россию. Бог любит Россию, и Бог любит тебя. Аминь. Большие приветы из дома, с Упсалой. От пастора Якима Люнквиста. Моего пастора. Люблю его очень сильно. Знаю его уже 17 лет. И очень люблю. Так благодарны за него. И я знаю, что вы, и вы в Москве тоже знаете. Потрясающий дар для нашей церкви. Он наш пастор уже два года. И церковь растет. И сейчас нас больше, чем когда-либо. Это здорово. И мы так рады этому. И я вижу и вас больше, чем когда-либо раньше. И, конечно, пастор Мацулла, я так благодарен, что знаю тебя. И Ранди, и вашу семью. Когда я состарюсь, я хочу быть таким, как ты. Люблю его. Он великолепный пример. Скажу, он великий человек Божий. Благодарите Бога за этот дар, который Бог поместил сюда. Аминь. И я хочу, чтобы ты знал, мы любим тебя. Также большие приветы от моей супруги. Она в самолете сейчас в Индию. И после собрания я поеду в Шереметьево и также поеду в Индию. И мы приземлимся там где-то посреди ночи. И потом в 8 часов будем ехать на машине на север Индии. И завтра вечером мы будем проповедить на севере Индии. Пожалуйста, молитесь за нас. Мы очень сейчас так заняты. Пытаемся замедлить темпы, но не получается. Но здорово. Бог любит Индию. И через неделю после мы поем в Китай. И мы будем в Шанхае. Пожалуйста, молитесь и за это тоже. Бог действует по всему миру. Аминь. Я сказал, Бог действует по всему миру. Разве вы не рады, что Бог действует не только здесь, но по всему миру? И мы часть всей этой работы. Мы часть всей этой работы. Мы часть того, что Бог делает. Аллилуйя! Я так рад этому. И это здорово быть сегодня. Быть живым. Мне, как я думаю, исполнилось 60 лет. Я выгляжу как сорокалетний. И бегаю как двадцатилетний. Аминь. Иногда я веду себя как десятилетний, моя жена говорит. Но я знаю, что это шутка. Но, конечно, мы в большой радости. Молитесь за нас. Молитесь, чтобы Бог использовал нас. Я говорил на прошлом собрании, у нас пятеро детей. Теперь у нас девять внуков. И поэтому мы супер благословлены. Супер благословлены. И моего внука спрашивают. Кем ты хочешь стать, когда будешь большим? Я говорю, хочу быть великим евангелистом. Путешествовать по всему миру. Я говорю, да, следуй за мной. И мы так рады этому. И мы так рады за нашу семью. Аллилуйя! Я сказал, аллилуйя, слава Богу! Наш младший сын только переехал из нашего дома. Поэтому мы с женой особенно рады сейчас. Как будто отпуск наступил. Слава Богу! Но здорово видеть, как они выросли. И, конечно, мы так рады служить Богу вместе. У меня есть кое-что здесь. И я люблю это очень сильно. Это моя новая книга. Вы знаете, я особо не писатель книг. Я пишу книги только тогда, когда Бог говорит мне писать. Я был самым плохим писателем в мире, когда был молодым. И я не говорю, что я стал лучше сейчас. Но эта книга, и она нужна всем вам. Она называется «Непьющий». И я верю, что нам нужно славить Бога за свободную от алкоголя церковь. Я помню, когда был в Омске. Кто из вас знает, что есть Омск? Многие лет назад. Я проповедовал там в тюрьме. И я спросил руководителя, можно пригласить людей принять Иисуса? Да, пожалуйста. И все 400 подняли руки, чтобы принять Иисуса. Да, да, было здорово. Теперь после собрания, этот полковник, он был полковник, у него было много звездочек. Он посмотрел на меня и сказал, Карл Густер, ты видел? Мои парни все молились. Окей. Он сказал, давайте поехали в Тайгу. Мы должны сделать шашлык. Мы должны отпраздновать спасение их. И потом он сказал мне, мы будем праздновать по-русски. И я сказал, ладно. И вот мы стоим там. И вдруг он открывает свой ящик и достает литр водки. Это для тебя, говорит. И одна для меня бутылка. Я сказал, о, я не пью алкоголь. Я пью молоко. Я сказал, нет, спасибо. Да не надо всю пить. Выпей половину. И даже это бы убило меня. Я сказал, нет, спасибо. Ну вот столько хотя бы. Я сказал, нет, спасибо. А вот столько. Нет, спасибо. И потом он сказал, ну вот так вот просто. И я подумал, да конечно я так могу. И я, знаете, пастора нет рядом. Матсула не видит меня. И я как бы подумал, в ад-то не отправлюсь за это. Но я почувствовал сердце такое, спасибо за твою любовь. Но нет, благодарен, нет. И он так рассердился. Он сказал, ты не друг мне. Ты не друг мне. Ты не друг мне. Надо по-русски праздновать. Я сказал, я сказал, слушай, ты хочешь праздновать спасение этих парней без алкоголя? Ты хочешь праздновать спасение этих парней без алкоголя? Я сказал, нет, я не буду праздновать таким образом. Знаете, что он сказал мне? Он взял водку. Он сказал, мне самому нужно спасение. И вот этот полковник, он смотрел на меня. Он сказал, ты научил меня кое-чему сегодня. Я больше никогда не буду употреблять алкоголь в своей жизни. Аминь. Я сказал, аминь. И я верю, когда ты любящим образом можешь сказать, нет, спасибо, тогда это будет благословение. Я не говорю, пить это грех или не грех. Я просто хочу быть примером для молодежи. Я хочу быть примером для тех людей, у которых есть проблемы в семье. Я хочу, чтобы они смогли прийти к нам в церковь сюда и сказать, эта церковь это церковь свободы. Я могу прийти сюда и мне не придется столкнуться с алкоголем здесь, в этом здании. Аллилуйя. Я сказал, аллилуйя. Поэтому не бойтесь говорить нет. Аминь. И эта книга поможет вам обрести нужные аргументы. Пожалуйста, приобретите ее по имени Иисуса. И весь народ да скажет, Аминь. Скажи соседу. It's never wrong to be totally sober. Знаешь, никогда не бывает неправильным быть трезвым. Скажи об этом соседу. Скажи так. Аминь. А я сказал, аминь. А я сказал, аминь. Аллилуйя. Аминь. Wow. So good to see you. I wish I could hug all of you. I wish I could hug all of you. Yes, yes. You are like drugs for me. You are like drugs for me. I love you so much. It's so good to see you. It's so good to see you. Amen. Now I've been sharing a message this weekend. With this church, I think it's very important. I'll be speaking about I call it the people in our churches behind the scenes. There are many people here in this church that come before the service. You know, I was so touched just after the last service. There was two, a couple sitting here. Are you here in this service? I don't know. You greeted me after the service. They sat out here. There you are. Stand up. God bless you. Look what it says here. Give her a hand. I'm going to speak about you today. Amen. She has been a part of this for 20 years. Is that right? Almost 20 years. Give her one more hand for that. Last service Her and Husband sat guarding the door outside. They were not here, but they're here because they love this church. Why? Because they love this church. Amen. There are people, we never see them on the platform. We never see them prophesying. They never seen. They're not even seen. They're unseen. But they are here every Sunday, every month, every year, and they give their life and they give their life to serve God in the church. We thank God for this people. We thank God for this people. I said, we thank God for this people. I said, we thank God for this people. Amen. Amen. He has no job being counting the offering and taking care of that. То есть, считая пожертвования, заботились обо всем об этом. Amen. Вместе с другими людьми здесь. Есть люди. Для меня они герои. Для меня это лучшие люди, которых я знаю по всему миру. Я вижу их в каждой стране. Я вижу их в каждой церкви. Я вижу их повсюду. И всякий раз, когда я их вижу, я говорю, слава Богу, они у нас есть. Есть некоторые, которые учат детей сейчас. Есть некоторые в книжном магазине. Есть некоторые, кто готовит кофе. Есть кто-то, кто умоет туалеты сегодня-завтра. Есть люди, которые приходят, убираются, строят, делают все, что могут. Я никогда в своей жизни не забуду. Пока я живу. Пока я живу. Когда одна девушка подошла ко мне в Упсале, она говорит, «Карл Густав, я хожу в библейскую школу, но я хотел бы помочь тебе приехать в Россию. Я говорю по-русски. Я изучаю русский. Я могу помочь писать письма». Я сказал, «Нет проблем». «Ты ответ на мои молитвы». «Знаете, офисная работа — это самое плохое у меня в жизни». «У Бога есть разные дары для нас». «Офисный дар не мой дар». Я это исповедую, но, знаете, я не офисный человек. И она сказал, «Я хочу помочь». Я сказал, «Если честно, у нас нет денег, чтобы платить тебе». Она сказал, «Я не за деньги это делаю». «Я хочу это делать, потому что люблю Господа». И она приходила каждый день три-четыре часа. Она работала в больнице по ночам. Она ходила в библейскую школу. Она усердно работала. То есть она таким образом шесть лет работала. И через шесть лет мы взяли ее в штаб. И она несколько лет уже работала. У меня никогда не было более хорошего секретаря в жизни. Потрясающий дешевый. И я подумал, «Боже, благослови ее». Однажды мы считали, сколько часов она отдала Господу. Столько часов. Столько дней. Без какой-либо оплаты. Знаете, что однажды я видел? Она приехала в совершенно новой машине. Я сказал, «А где ты взяла эту машину?» Один подошел ко мне вчера и сказал, «Я хочу, чтобы ты съездил со мной в Тойоту компанию. Я хочу купить тебе машину. Выбирай любую, я заплачу». Я спросил, «А что ты такую маленькую выбрала?» «А русские вы взяли большую?» Она сама не была в России, просто помогала мне приезжать в Россию. И я знаю одно. Она хотела мужа. Но она не охотилась там по сторонам. Она просто служила Богу. И однажды норвежец проезжал и просто украл ее. Сначала я растерпился. В Норвегию уезжает. Но потом сказал, «Да это от Бога». Теперь я получаю рождественские поздравления на каждое Рождество от нее, от ее семьи. Она любит Бога. И она служит Богу. У нее есть своя телевизионная программа сейчас. Она известная сейчас. Я подумал, она начала с того, что помогала мне. С малого. Некоторые говорят, «О, ты ездишь по всей России?» И так далее. У меня есть человек за кулисами, который всю работу делает. Она не в книге. Она не в газете. Но она в Божьих газетах. Она в Божьих планах. Бог любит ее. Я сказал, «Бог любит ее». И Бог любит тебя. Когда ты служишь Богу в церкви, давайте поаплодируем Господу. Потому что мы можем творить дела для Бога. Аминь! В Библии все скажите, «В Библии» есть много людей, которые невидимы, и их имена не упомянуты. Но сегодня мы говорим, «Благодарение Богу за этих людей». Подумайте о мальчике с пятью хребами, двумя рыбками. Он отдал свой обед Иисусу. Мы не знаем даже его имени. Его не зовут Калгустов или Петр. Нет. Она просто безымянная. Но он сделал что-то для Бога. Было четыре человека, которые спустили Павла со стены. Когда он умер, он был под атакой врагов. Четыре человека спасли его. Мы не знаем их имена. Но они изменили судьбу истории. И Иоаннафан был сильным человеком. Но Библия говорит, что рядом с ним был оруженосец, который носил его оружие. Мы не знаем его имя. Мы не знаем его. Но мы знаем, что у них нет имен, но они бессмертны. Есть Симон и Кириньянин. Единственное, что он сделал, это нес крест для Иисуса, чтобы Иисусу умереть на кресте. Есть Иосиф и Зерематия. Он отдал свою гробницу Иисусу. Я говорил на прошлом собрании. Кто-то его спросил, как ты мог отдать такую дорогую штуку? Он сказал, нет проблем. Это лишь на выходные. Только на три дня. Но знаете что? Люди такие как он это меняющие историю люди. И сегодня я хочу сказать вам историю из Библии об одном человеке, африканце, который работал во дворце царя в Иерусалиме. И единственный африканец упомянутый в Ветхом Завете. Его звали Авдимилех. Может быть, вы никогда не слышали проповеди про Авдимилеха. Но сегодня вы услышите. Все скажите, Авдимилех. Когда вы придете на небо, вы сможете его найти. Я гарантирую, он на небе. И он жил во времена пророка Иеремии. Вы не увидите в Ветхом Завете книгу Авдимилеха. Нет. Вы находите его лишь один раз в Иеремии 38. Что сказано о нем? Как он жил в таком окружении, в котором жили так много людей. Он жил как слуга во дворце царя. И вдруг он слышит, что пророка Иеремию бросили в яму. И ему нужно спасение. Что пророк умирает. Его избили, изранили. Библия говорит, даже кожу снимали. Поэтому ему было очень больно. Иеремия страдал. И вот этот Авдимилех почувствовал, что он хочет сделать что-то для него. И он идет к царю. И я хочу, чтобы мы открыли Иеремию 38. И мы будем читать эту историю. Вместе, все, вслух. И мы будем читать эту историю. И я хочу, чтобы мы делали, как в Китае. Мы читаем все вместе вслух. Вы видите на экране текст. Давайте прочитаем футбол. Все вместе. И услышал Авдимилех Ефиоплянин, один из евнуков, находившихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму. А царь сидел тогда у ворот Вениаминовых. И вышел Авдимилех из дома царского и сказал царю, Государь мой царь, худо сделали эти люди, так поступив с Иеремию пророком, которого бросили в яму. Он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе. Царь дал приказание Авдимилеху и Ефиоплянину, сказав, возьми с собою отсюда 30 человек и вытащи Иеремию пророка из ямы, доколе он не умер. Авдимилех взял людей с собою и вошел в дом царский под кладовую и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных лоскутьев и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдимилех Ефиоплянин Иеремии, подложи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук твоих под веревки. И сделал так Иеремия. И потащили Иеремию на веревках и вытащили его из ямы и оставался Иеремия во дворе стражи. Аминь. Многие из вас знают, что когда собака упала в яму, вы видели, наверное, это по телевизору? Пророк смотрел, как страдает эта собака. Я видел, как у кого-то в Америке упала собака в яму. И весь мир наблюдал 24 часа. И наконец они вытащили эту собаку. И весь мир радовался. Но когда пророка бросили в яму, никому не было дела. Это удивительно. И пророк, он пророчествовал слишком жестко против чего-то. И его бросили за это в яму. И вот он там умирал. И никому не было дела. И вдруг появился человек, которого звали Авдемелех. Он услышал об этом. И он идет к царю. О, ты помогал мне на прошлом собрании, да? Теперь твое служение меняется. Ты будешь Иеремией. У тебя будет продвижение стать пророком. Вот ты пророчески выглядишь. Аллелуя. Вот пророчески. Человек. Он пророчился слишком жестко. Теперь его бросили в яму. И он умирает. Хорошо. Ну покажись, что ты как будто болеешь. Не достаточно больше. О, да. Вот так. Ну вот примерно. Он разбит. Давай вот так еще. Он думает уже про небо. Но. Вдруг. Ты будешь Авдемелехом. Ты похож на него. Аллелуя. Это сердце пастора. Аллелуя. Он понимает. Что что-то здесь не так. Что вот умирает пророк. Поэтому он должен сделать что-то. Чтобы спасти жизнь его. So he runs, the Bible says, to the house of the king. И он бежит, как Библия говорит, в дом царя. И там была кладовая. Where they kept the gold, where they kept the silver. But he didn't go for the gold and the silver. Он пошел под кладовую найти что-то там. Позвольте мне сказать кое-что прежде, чем я дальше скажу историю. И я скажу вам всем. Слава Богу за то, что у нас здесь есть здание. Слава Богу за микрофон. Слава Богу за микрофон и за все здания. У нас есть здание. Soon we have a cafeteria, double anointing with that cafeteria. И скоро у нас будет двойное помазание в кафетерии. Слава Богу. And we're going to not be like that house that we've not finished. In Jesus' day we're going to finish that day. Но у нас все будет завершено. Аминь. Как у пророка дела? Я все еще живой. Аминь. Но позвольте кое-что сказать. Это красиво. Я был здесь еще до того, как все было отремонтировано. И я точно говорю, не так было красиво, как сейчас. Но самым красивым здесь является, что есть у нас в этом здании, это ты. Люди этой церкви. Это золото, которое у нас есть. Аминь. Скажи соседу, ты золотой человек. Это пророк. Это пророк. Now, what he's doing. Итак, что он делает? He is not going out to get the gold. Он не за золотом бежит. So he goes. Но он идет. Under the gold chamber. Под кладовую. You go down and get that robe there. Иди возьми ту веревку там. On the robe. Да, правильно. И вот он собирается поднять Иеремию. И он думает. Как мне это сделать? А потом он видит. О-оу. Он разбит. Его руки. Его все в ранах. Он страдает. И он понимает. Этого недостаточно. Давайте представим, что это символ веры. И легко сказать людям, которые терпят поражение. Come on. Stand up. Hallelujah. Just say hallelujah. Confess the word about ten times a day. Amen. Believe. Давай, 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 давай. Давай. Но когда ты внизу. Ты не хочешь слушать только давай, давай, давай. Ты желаешь получить и любви также. Итак. Он понимает. Что он должен еще кое-что взять. И он идет. И Библия говорит, что он берет старую ветхую одежду. И он говорит пророку. Помести это под твои руки, под подмышки. Ну, может быть, не так. Пожалуйста, говорит. Давай сюда подмышки. И вот это под эту подмышку. И потом, он своего помощника послал, Карла Густава. И вот так вот поставим сюда под мышки. И сейчас можно его и поднять. Считайте до трех. Раз, два. Снова пророчествуй. Спасибо. Ты тяжелый пророк. Аллилуйя. Слава Богу. Чтобы была веревка. Спасибо. Спасибо Богу за это. Но спасибо Богу и за это тоже. Знаете, что я думаю? Нам нужно намного больше всего вот этого в наших церквях. Мы очень можем быть такими автоматическими. Но нам нужно иметь сострадание и любовь по отношению к людям. Аминь. Когда ты поднимаешь людей, им нужен кто-то, кто может их поднять. Я говорю людям, и сегодня это мое послание вам несложное. Но оно такое. Пожалуйста, всегда будь уверен что ты можешь быть той одеждой между ранами и веревкой. Это люди. Аллилуйя. Это, знаете, мягкое что-то. Это те люди, которые в наших церквях, которые облегчают жизнь приходящих людей. Знаете, я думал об этом несколько лет назад. Я был в одной стране и меня привели в музей войны. Мне нравятся музеи. Всегда хожу в музеи и в Москве и в Петербурге и везде. И там, в том музее, я видел большой-большой корабль. Настолько большой, что я был в шоке. Потому что там была взлетная полоса на корабле. Чтобы самолеты могли приземляться на корабле. этот корабль уже не служит, он в музее. И внутри того корабля было 73 самолета. Скажите, 73 самолета. Это много самолетов. И они были внизу. Они были спрятаны. Не прятались, просто были спрятаны. И меня повели туда. И сказали так. Здесь 73 было пилотов, которые летали на этих самолетах. Плюс дополнительные пилоты. Но вот под самолетами было 6 тысяч людей, трудящихся там. Я был в шоке. Я это видел. Я видел, где они работали. Некоторые делали что-то маленькое чтобы помогать этим пилотам летать. Через 2 недели я читал одну историю об одном из таких пилотов, который совершил много полетов, и он всегда возвращался обратно на этот корабль. Но на 74-й раз его подстрелили. И его парашют раскрылся. Он упал. Его взяли в плен на 6 лет. Через 6 лет его отпустили. Война закончилась. И вот он уже пенсионер. 40 лет назад. Он сидит в кафе, и один человек подходит к нему. А причина вот так. Ты такой-то и такой-то. Такой-то, такой-то. О, приятно встретить тебя. И он сказал, хорошо. Вы знаете меня? Да. Ты пилот одного из кораблей. Ты был пилот я работал на том корабле, с которого вы взлетали. Я был внизу там, среди 6 тысяч других. Эффект? Я упаковывал ваш парашют. И кажется, он сработал, раскрылся нормально. Слава Богу. И этот человек начал плакать. Он понял, вот этот человек спас мою жизнь. The only thing he did was packing parachutes. He never flew an airplane. But when the parachute had to work, it worked. Now this old man who was the pilot, he got the message, he's a Christian. So he said, now I travel all over the world, and I have one message, and that is, there is always somebody in your life who's packing your parachute. Amen. There is always somebody who behind the scenes are doing work to help you. We have them in this church. Hallelujah. I said hallelujah. We have them in our church. We have them in our families. We have people around us, that sometimes we don't appreciate what we should. And of course, I always think about my wife. I think I have a picture over here. That's my wife. Isn't she beautiful? I love my wife. We have been married for nearly 2000 years. And I love her. She is really packing my parachute. She's not a platform person. She loves to be behind the scenes. She's there. She's even packing my, to be honest, my suitcase every week. She said, if you do it, it will be a mess. Better I do it. Amen. She's not only packing my parachute. She's kicking me out from the airplane as I'm going to go. He said, jump, Carl Gustav, take a step of faith. She's a really blessing for my life. I love my wife. I love her very much. She works on the hospital. She's behind the scene. She's not the person who wants to stand up and prophesy and do many things. Which is not wrong. But she's always been a person behind the scenes. Amen. Her mother. I have a picture of her too. That's my mother-in-law. She's 87 years old. She go to the gym every week. That's her Christmas present. We gave her new gym clothes. Sлава Богу. I said, Sлава Богу. Hallelujah. Do you know what she loves more than anything else? Russia. Россию. She's coming here in October. We have a group of pensioners coming from here. We have a group of pensioners coming from here. To visit your people. She will be here. You don't know how many months she has been sending small little gifts to money packing the parachute mission work in Russia. You don't know how many months she has been sending a small little gift Months by month. We call them partners. who bless the church every month. I thank God for them. She loves our church. She's not a preacher. But she's a master of cooking coffee. She makes cookies to the Bible school students. She takes care of people behind the scenes. Hallelujah. I said hallelujah. When I met her first time, she was helping the alcoholic people to get a new life. She's there in the kitchen every week in the church. We try to tell her stay home. Don't stay home. Rest. Pobud, отдохни. She said no. She said no. She said no. She said no. She has a sister who is 92 years old. Who is 92 years old. Her name is Mary. Her name is Mary. She lives in our house. She lives in our house. She lives in our house. Since 12 years. She is a fantastic lady. She is a fantastic lady. She is a fantastic lady. She is on Facebook every day. She has a big computer screen. She called me. Carl Gustaf, something is wrong with the computer. One day she came home. She said, Carl Gustaf, I just bought a new iPhone. Five. I said, why do you need that now? You need to have some fun in my age. She is very special. And I know her since many, many years. She has been, let me say it like this. She has been serving the church all her life. When I was preacher, I am still a preacher. But when I was a young preacher, I am still a young preacher. But when I was very young, 20 years old, my wife and I were newly married. And we couldn't pay our bills. I couldn't pay food for my children. I think the church thought, God keep Carl Gustaf humble, we keep him poor. God, God, сохрани Carl Gustaf was smirенным, а мы сохраним его бедным. And one day, Mary stood there. Mary stood there. Mary stood there. Mary stood there. Not with money, but with food. For the whole family. For the whole family. But one time, many times, she packed our parachute. Slavery God. Slavery God. I said, Slavery God. I said, Slavery God. One day she came, one day she came, Carl Gustaf, you don't have any furniture. I said, that's right prophecy. I said, that's right prophecy. He said, let's go to Ikea. You point what you want, I pay. You point what you want, I pay. Oh, значит, я ехал быстро. Slavery God. She filled up our house with furniture. She filled up our house with furniture. And to be honest, I never forget it. I never forget it. I never forget it. So we said, when she comes old, we will pack her parachute. We will pack her parachute. Yeah. She stays with us now. She is my best friend. She is my best friend. I love her. I love her. She is 92 years old. And he... Oh! I'm crying when I'm talking about her. I told her, Mary, I will take care of you as long as you live. You live in my house until you die. Look, she's never going to die. I have a feeling that she will never die. But, SLAVA Богу! SLAVA Богу! I said, SLAVA Богу! I'm so touched when I'm talking about her. Guess who's washing the shirts? You know who's washing the shirts? Mary does. Guess who's washing the shirts? Mary does. Guess who's washing the shirts of the cafeteria, personal in the church? Mary does. Now she's very old. And she may have only a few months to live. But I love her. I came out one day, I saw in the garden, cutting my trees. I said, Mary, you cannot do that. My neighbor who killed me is not a Christian. I'm sitting in and reading the Bible, and you're out cutting my trees. And you're 90 years old. She has a wagon like this. She's going to cut the tree. I never forget her. She stared at me, and she said, Carl Gustav, you do what God has called you to do, I do the rest. Here's Mary. God bless her. Isn't she beautiful? Isn't she beautiful? Can I send greetings to her? She'll be very happy. Can I send greetings to her? She's behind the scene. She is not there on the front, but she's behind. And God will honor her one day. And God will honor her one day. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. I said hallelujah. Excuse me, I'm crying today. This is the last service now. So I cry now. So I try to hold myself in every service. I try to hold myself in every service. Some people think, when you get old, there's no place for you. There's no place for you. That's the biggest lie of the devil. That's the biggest lie of the devil. He got the old clothes. He took off the old knife and put it behind. And used it. He applied. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. I said hallelujah. We can be a blessing. We can be a blessing. I said we can be a blessing. I said we can be a blessing. We can be a blessing, as long as we live. пока мы живем. Я сказал историю на прошлом собрании о моем дорогом друге, которого зовут Ула. Он продает рыбу, поэтому мы называем его Рыба Ула. Не Ула Рыба, а Рыба Ула. Всякий раз, когда он звонит мне, он звучит так забавно. Он звучит, как будто голубь. И я знаю, это Рыба Ула. И не очень давно он звонил мне и сказал, Кангустав, это Рыба Ула. О, привет, Рыба Ула. Вы можете приехать к нам и проповедовать. Я сказал, А где вы живете сейчас? И он дал мне название населенного пункта. Я живу в Рызведине. Я набрал в навигаторе. Не найдено. Я сказал, Рыба Ула. А где это место? Да, этого нет на карте. Это моя ферма. У нас маленькая церковь здесь. Восемь человек. И не все активны. Я сказал, Боже мой. Восемь человек. И не все активны. Да, мы будем проводить евангелизацию. Мы планировали купить палатку на 300 человек. О, мой Бог. И я думал, не делайте этого. Восемь человек. И не все активны. Если они разбредутся по этой палатке, это будет ужасное зрелище. И он сказал, Все мы передумали. Я подумал, Слава Богу. Мы купили палатку на 450 человек. Я сказал, И я знаю, что мои люди в офисе говорят, но не изматывай себя отправляешь в такие места. Но мой пастор однажды говорил так, Каал Густав, В твоем возрасте есть лишь два выбора. Ездить только в те места, где важно или где весело. Это место как бы не было важным, но звучало как веселым местом. Слава Богу. Я сказал, Слава Богу. И я решил, To be honest, I didn't ask my people home. I just went there. I was driving down. I couldn't find it. I called fish. Hello, hello. He said, Where are you? I said, Where do you live? And he described the way. I was driving, and it was only farm. Cows. Коробы. Horses. I said, This will be an animal meeting tonight. Я подумал, Слушай, Собрание для животных будет сегодня. Finally, I saw a big tent. Outside the barn. Там, где-то рядом с амбаром. And a little church. The car was bigger than the church nearly. And there was fish. Hello, hello, hello. Welcome. You want some coffee? I said, Give me two cups, please. It's going to be an interesting meeting tonight. And I sat down drinking coffee. And suddenly I see a car with two old ladies driving. They had so thick glasses, they could hardly see. Praise God, it will be two at least. Sлава Богу. And another car. And another car. And another car. Seven o'clock. Full packed. And I thought, Who can draw so many people to nowhere? First I got one thought. Maybe it's me. Может быть, it's me. But very soon I realized, it was not me. I came up to the tent. And I saw fish who live. I wish I had a video of this. He was like this. Welcome. And he led people in. And he's out to take me. He was hugging people. His hands were full of love. And then I came up. Fish, who's going to lead the meeting? Oh, she's in the kitchen. We're going to give coffee and sausage to everybody here. Eight people. Not everybody is active. They will all die probably after this series. And here comes. And here comes the lady. Okay, Calgosta. Welcome. I'm going to lead the meeting. I'm going to lead the worship too. We're not so many, you know. My husband is going to play accordion. He has four heart attacks. I said, oh my God. I hope he'll survive. So when I saw him, I saw a healing candidate. He came. And he sat down and started playing. And I just started to sing these old hymns. There was no praise and worship team. They were just sang. Beautiful. But you know what happened? The anointing came. Oh, people got healed. People got saved. And after the service, a lady comes to me. I guess. Say, Calgosta. Good sermon. Thank you. I just wanted to know. I didn't come to listen to you. I came here not to listen to you. Nobody came here, it wasn't you. Nobody came here, it wasn't you. Oh. But we go here every year. Just for one reason. Just for one reason. To feel the hands. To feel the hands. To feel the hands of fish, when he welcomes you in the door. Here's fish, Ula. Can I give him a greeting to you? One day I want to bring him here. He will love Moscow. Hallelujah. I said hallelujah. I said hallelujah. If this church is going to exist here in Moscow in a hundred years, we must have some Marys. And we must have some fish, Ula. The church is not your hobby. The church is your life. Hallelujah. And all the people said, Amen. I said amen. I said amen. I said amen. I said amen. We need some hardworking people, who can come and can give their life. I lied to you by purpose today. I lied to you by purpose today. Sorry, forgive me. When I said, only one time he's mentioned in the Bible. 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 Because the next chapter says, because the next chapter says, Jeremiah prophesied to him. Jeremiah prophesied to him. The church has come to Jerusalem. But, David Melech, it will not come to you. God will save you. God will save you. You saved the man of God. Behind the scenes. God will save you. God will save you. Offically. Offically. Hallelujah. When you serve God, God will serve you. God will serve you. In Jesus' name. In Jesus' name. May the Lord bless you, church. May the Lord bless you, church. In this building. This building. This building. It's a gift from God. It's a gift from God. But the most beautiful in this building. It's all these beautiful people. It's all these beautiful people here. So I say to you, youth pastor. And I say to you, youth pastor. Make sure this anointing. And this spirit. Comes upon the youth in this church. They're going to carry out. The next step. And we will rejoice. And we will be glad. And all the people say. Amen. Let's lift our hands. Let's give the Lord a big hand. Let's give the Lord a big hand. Let's give the Lord a big hand. Hallelujah. 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 Glory to God. 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 You know. Fish surely called me the other day. You know what he said? Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Are you coming this year? I said I'm coming every year until Jesus comes back. Я сказал, буду приезжать каждый год, пока Иисус не вернется. This is the most fun time in my life, when I go to that place. Это самое веселое время в моей жизни, когда я еду туда. I said, how many are you now? Теперь я говорю, сколько вас уже? He said, eight people. He said, eight people. But everybody is active. And not everybody is active. But we're going to continue. As long as we have the strength. That's what I like in Christian. Amen. Let's lift our hands. Let's give the Lord. Let's stand up on our feet. Father, we thank you, Lord. We thank you, Lord, for this time. I thank you, Lord, for this wonderful, precious time, for which we are right now. I thank you for all the people in this room. Thank you, they are gifts from heaven. They will be blessed. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. I thank you, Father. I bless them all. I bless them all. In Jesus name. In Jesus name. Lift your hands to the Lord. Поднимите руки к Господу. And let's praise the Lord right now. Why don't you dedicate yourself right now? Почему бы не посвятить сейчас себя Ему? To serve God. In this church. For what you have. To pack the parachute of this church. Start also saying, who is packing your parachute? And what parachute can you pack in your life? And I want to say to you, Pastor Матсуна, I want to help you to pack your parachute in this country. I want you to know that. It's a word from God. From me. For me. I want to pack your parachute in the future. Whatever I can do. To help you. I want to do it. In Jesus name. In Jesus name. Hallelujah. Thank you, Father. Why don't we praise our Lord? Let's pray for our Lord. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. All of our Lord. Only comfort. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. If your hands take your Lord, let's worship God. Let's worship God. Let's worship God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. We slay your Lord. We love you. Lord, we love you. We love you. Lord, we thank you. Lord, we love you. Lord, we love you. Спасибо. Father, we love you. And also we love you. We love you. Pui't. 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 Господи, для наших братьев, сестер, для нашей церкви, Господи, мы славим и чтим Тебя. И мы благодарим Тебя за это слово, слово с неба в наши сердца. Господь, мы благодарим Тебя за это настоящее золото церкви, за каждого служителя, за каждого работника, за каждого добровольца, Господь. Мы воздаем Тебя славу, хвалу и честь. Господи, мы просим Тебя, благослови их обильно. Пусть подобно того, как Ты благословил этого драгоценного брата, спас его жизнь, Господь. Твоя благодать, Твои благословения придут на каждого, каждого любящее, заботящее сердце. За каждое участливое сердце, Господь, мы благодарим Тебя и славим Тебя. И помоги нам жить такой жизнью. Спасибо Тебе, Отче, за ободрение, спасибо Тебе за наставление, спасибо, Господь, за новую жизнь. В этой церкви, в наших церквях, в наших жизнях. И весь народ Божий да скажет. Аминь. Дадим Господу большую славу.